всем привет у нас сегодня прямой эфир на тему наших любимых гей-лаков из коллекции my impulse тут не все оттенки я взяла те с которыми я хочу что-нибудь красивое намутить с вами табуи гейтманская и сегодня мы будем делать дизайны с этой коллекции и возможно подключу еще стемпинг точно не уверена как пойдет говорится мне кажется мне хотелось бы подключить и стемпинг тоже так всем привет если со связью все норм поставьте сердечки или напишите что-нибудь чтоб я понимала что все хорошо и начнем работать много времени терять сейчас на болтовню я не буду чтобы больше показать дизайнов и мастер-классов если есть вопросы по коллекции по декорациям сразу пишите чтоб я вам ответила сейчас и так кто помнит кто знает коллекция my impulse мне кажется это самая крутая коллекция вот из последних это самая моя любимая потому что она краски в себе сочетает и яркие оттенки и нежные красивые с блёсточками вот оттенок 372 я его просто обожаю и я не знаю теперь я буду постоянно покупать потому что очень много клиентов которые любят именно вот такой оттенок похоже приближенный на натуральный но с каким-то блестками он очень похож на оттенок 151 из свадебной коллекции единственно здесь идет шиммер покрупнее то есть кроме блесточек еще есть мелкие шестигранники но они не сильно крупные поэтому на ноготочках очень хорошо при том что ложатся шикарно нигде не выступают то есть они вообще идеально идеально лежат на ногтевой пластине на ноготочках укрепленных так что мы сегодня будем делать сегодня мы давайте возьмем во первых вот этот оттенок 366 это оттенок очень красивый коралловый и вот он такой плотный очень оттенок все оттенки кстати из коллекции my impulse они безумно плотный ложатся в один слой при желании и очень круто сама моделирует ой сама выравниваются если мы говорим про желтые оттенки до желтые оттенки они хуже всего ложатся то если вы возьмете молочную базу или молочный гель то вы даже желтый сможете положить в один слой единственно но если захотите дайте у вас какой-то дизайн будет сверху единственно обязательно тонко все прокрашиваем очень тонко даже если у вас мега мощная лампа гель-лаки очень пигментированы поэтому лучше конечно нанести в два тонких слоя в два тоненьких таких даже два мега тонких слоя будут шикарно перекрывать ногтевую пластину прям идеально так сейчас я попилю на сути птик такой немного странненький это уже походу я так и давайте приближен зиму приблизим опустим свет немного максимально хорошо все видно фольгу еще используем обязательно с голову подняла смотрю лежит фольга думаю ну чё ты лежишь без дела вот в такой коробочке у него кован вот и поэтому обязательно еще подключим сюда фольгу шичку смотрите взяла 366 оттенок и первое чем не пришло в голову это леопард какой-то красивый леопард только как его исполнить полностью на всю как-то неохота поэтому думаю возьму-ка я наверно 366 оттенок нанесу его где-то с краю вот таким образом потом покажу как лишний кстати лишнюю декорацию лишь лишний слайдер убрать привет привет всем привет ребятки все кто все кто присоединяется всем всем большущий привет очень рада видеть давно меня не было на эфире я была в отпуске кто меня узнал можете поставить сердечки суши поближе поближе но подальше то самое состояние когда поближе и подальше чтобы ничего не сполимеризовать к чертям потому что я это делаю просто как богиня я испортить что-то вообще не напрягаясь так можем взять чистого леопарда смотрите у нас такие декорации мы любимей ой сердечек сколько полетела смотрите есть чистый леопард есть леопард с мордочкой очень красивый есть помесь такой леопардовый зебра леопардовая зебра назовем это так тут и зеброчка и леопард и кто-то здесь даже видит тигра хотя я здесь четко вижу зебру а вот очень-очень красивые принты можно ну я наверно возьму чистого леопарда без примесей других животных будет красиво водичку смотрите что сейчас недавно сделала взяла вот в такую пупу налила обычную водичку и берете об ватный диск любой который у вас есть главное чтобы это было что-то прям пухленькое такое куда можно набрать водичку и так же на помпу нажимайте набирайте водичку и у вас под рукой есть вода и не надо бегать искать как это часто делаю я я вообще любитель таких поисков в поисках нема вот эти вам в носе я сулать вату эту не буду чтобы вы на нее не смотрели на такую страшненькую у меня теперь кстати есть шикарные ножницы их можно тыкать в эфир это не может не радовать и мы сейчас возьмем сначала отрежем кусочек а потом посмотрим чем будем дальше резать и ну вот смотрите у нас тут есть круг такой до полукруг и кстати вот это лишнее все убираем чтобы дальше не растворять пока я его не буду вложить на класть на мокрую ватку кстати видно хорошо напишите пожалуйста вот и примерно сориентируясь куда будет ложиться эта декорация в принципе если вот так вот посмотреть то она может захватить полностью всю эту часть которую я нарисовал можно даже не обрезать до ножницы на вид красивый но резать они режут так татара татата вот тогда но я буду так давать отрежем все таки где-то так возможно мы куда-то просто еще прибамбил вот этот кусок леопарда лучше так иногда обрезать потому что но если не уверены не обрезайте показом очень леопардом и нанесем сюда топ слайдер смотрите топ слайдер прям можно нанести вот на эту часть тонко просто очень очень тонко только на тебя смотрел видно хорошо все спасибо большое берем топ слайдер и да тонко вот максимально тонко наносим чуть с выходом можно сделать так как где-то слайдер полностью не ляжет сушим 30 секунд не больше 30 секунд сушим и может сюда добавить что-то яркое так леопард наш готов сейчас мы с ним разберемся тогда уже будут приходить другие идеи давайте на фоне хотя бы вот этот вот оттенок положу так леопардик и можно взять паутинку черную добавить немного черной паутинки потом по кругу и вверху еще сейчас добавим а кстати можно добавить блестки будет тоже очень красиво смотрите сейчас мы добавим леопардика приклеим ой перекручиваем и смотрим куда мы его сейчас прицепим красавцы этого смотрите он практически четко вошел то не против четко вообще вошел просто идеально здесь где-то у нас по ширине не получается можно немного растянуть слайдер только очень-очень аккуратно все приклеились вот это можно опилить можно наилл препом или ультрабондом растворить то есть смотрите там как вам удобнее будет работать так но сейчас я немного еще досушу тогда слайдером прилипнет намертво и возьмем и опилим пилочкой возьмем опилим вот эту часть нижнюю пилочкой и тогда будет лучше работать не нужно будет такой большой объем убирать буквально 10 секунд этого достаточно обязательно движениями вниз все лишнее убрали конечно мы возьмем сейчас ультрабонд или nail prep у меня ультрабонд сейчас на столе подойдет и то и то и растворим лишнее и разгладим немного получается наши простите разгладим наши складочки которые образовываются в любом случае итак можно сюда добавить 372 оттенок очень тонко можно изначально делать можно потом как хотите вот я сейчас посмотрела мне захотелось добавить немного блеска вот его можно так по краю тоже добавить просто немного блесточек добавить оттеночки друг другу подходят поэтому у нас просто будет не просто ноготочек а немного блестящий сушим 30 секунд этого достаточно и пока открываем самый чистый самая чистая баночка честно скажу ну не знаю сколько бы я ее не натирала но все равно если пользуешься это прям тяжело сохранять в чистоте и перемешаем сейчас немного обязательно паутинку перемешивайте вот прям перемешивайте она становится более эластичной более податливая не такая сухая такая жесткая вы ее как будто когда перемешиваете немного она становится тепленькая из-за трения этого вы не почувствуете конечно но материал становится более податливый более послушный и эластичный тянется лучше берем нашего леопардика набираем немного паутинки чем больше вы тянете паутинку тем тоньше она становится я вот таким образом это делаю немного скидываю вниз и приклеились и прокручиваю немного добавили сучу убираем лишнее опять штатив низко поставила в основном главное сразу убирать палочку с паутинкой потому что она будет липнуть везде и будет мешать работе паутинку тоже сушим 30 секунд этого достаточно и надо подумать что еще сюда можно добавить яркой или это будут какие-то слова или можно вообще так и оставить и дальше ничего сюда не лезть с паутинкой еще люблю добавлять паутинки мне нравится по крайней мере можно это делать можно этого не делать можно добавлять точечки но тут паутинка у нас такая жирненькая получается поэтому точки можем не добавлять вот можно добавить в проемы вот где у нас ну пустота да между пятнышками можно блестки добавить то есть это тоже будет красиво если есть желание можно уже оставить так потому что блесток здесь хватает смотрите это вот вариант как вариант оставить так или еще можно добавить какие-нибудь надписи интересные тоненькие желательно чтобы это было немного всего типа луз контрол вот типа вот такого наносим топ teclas ой мы этот ноготочек сделаем двух видов то есть он будет ноготочек и матовый и глянцевый и эффект будет офигенский не знаю экспериментируете вы так или нет мне что голос садится давно в эфире меня не было и вообще непривычно наверное вот такие кстати тоже декорации можно туда же использовать если сделать немного другой дизайн тоже будет красиво то есть можно взять ноготочек и сюда ноготочек например ноготочек можно взять пополам например накрасить в какой-нибудь цвет там в тот же оранжевый например вот так вот разделить его вот такой линией ну приклеить наклеечку слайдер и разделить вот такой наклеечкой тоже будет очень-очень красиво Много будет, конечно, леопарда. Много будет animal print. Но будет красиво. Как я круто сломала английский, да? Animal print. Так, loose control. Кстати, вот loose control этого слова прям не хватает. Его можно было бы прям много-много. Его можно вот так приклеить, его можно вот так. Но мне так и что-то больше нравится. Кажется, прям его место тут прям... Это так надо было. Что мы тут делаем? Смотрите, за счет того... Дай классе сушим чуть дольше. Я просто на камеру, я не с клиентом, поэтому мне можно. Смотрите, под низом у меня получается... Почему я люблю вот этот 372 оттенок? Потому что он немного адаптируется. Как тоналка такая адаптируется под основной тон. И у нас внизу типс белый, молочный, скажем так, да? И оттенок получается немного молочный. Хотя, если так посмотрите, он прям розовый. Поэтому, если вы тонко нанесете на молочные ноготочки, у вас получится красивый, немного тепленький. То есть теплее станут ноготочки. Теплый молочный оттенок с блестками. Говорю и не думаю. Знаете, вот это состояние. Так, что мы делаем? Мы сейчас берем топ-текласс, наносим его. Можно немного выравнивать покрытие, чтобы все было ровно и красиво. Текласса можно выравнивать. Он жидкий и очень хорошо подается выравниванию. Переворачиваем. Три секунды, четыре секунды держим. Просто, чтобы выровнять покрытие максимально, насколько это возможно. Сушим обязательно одну минуту. Сейчас я пока опилю этот кончик, который мне не нравится. И потом добавим сюда еще матовый топ. И мы добавим туда сейчас матовый топ. И у нас получится очень красивое сочетание именно на одном ногте матового и глянцевого. То есть не на разных, обычно бывает, я это делаю на клиентах. Два ноготочка такие, два такие. А это у нас будет прям... Делаю-ка-то что у нас водичку. А это будет у нас на одном ноготочке сочетание двух видов покрытия. Берем матовый. И стараемся его наносить именно там, где паутинка. Тонко. Очень тонко. Сейчас тоже долго сушить не буду. Смотрите, вышла немного за границей. Я это вижу. Рука дернулась. Лишнее убираем. И все. И сушим тоже где-то сейчас я посушу секунд десять, чтобы вам показать эффект. Потом просто досушить этот ноготочек. Вот. Давайте мы сейчас сюда еще подключим мои любимые вот эти какушечки, какашушечки, которые я очень сильно люблю. Я их везде использую, поэтому это прям классная штучка. И возьмем, 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 возьмем. Мы сюда добавим вот это, вот это, и вот это, да? Так. А где? Ага, вот. Возьмем, сделаем что-нибудь яркое. Очень красиво яркое. А для того, чтобы оно было прям ярким, мы сейчас вот этот ноготочек перекроем базой номер 0,9 или файбербазой 0,2. Так, давайте покажу результат. И получается у нас очень красиво. Посмотрите, ну это просто восхитительно. Ну, скажите, бомб. Смотрите. Все норм. Все. Смотрите, за счет того, что у меня экран, ну, светит фонарик на телефон, я из-за этого плохо вижу. И еще телефон тускнет, и я вообще плохо вижу. Поэтому, как вам, вы видите, вот это как раз таки сочетание матового и глянцевого на одном ноготочке. Как вам такое сочетание? Можно, кстати, паутинку сделать объемной, то есть перекрыть еще раз. Напишите, как вам. Топ. Ммм, согласна. Ну, классно, да? Давайте вот так вот положу, пока я... Ой, спасибо, спасибо. Если вам лень писать, я хотя бы по сердечкам буду ориентироваться, чтобы вам все понравилось. Вот. Это раз. А два нам нужно просто сейчас кое-что придумать. Мой красиво. Спасибо, Олечка, спасибо. Так. Возьмем мы, наверное, мои бульта и добавим. Хочется мне... Что-то сейчас в голове было его, куда-то оно ушло. Куда? А! База номер 0,9. Вот куда она ушла. А, 0,6. Или 0,9. А, 0,6. Простите, 0,6. Это я перевернула в зеркально в своей голове. Хотя, если, конечно, перевернуть полчаса 90, но не столь важно. Не в этом, как говорится, суть. Сделаем просто еще белее. И мне хочется еще белее сделать. Ноготочек. Не буду выравнивать. Просто нанесу в один тонкий слой. Может, в два. Не знаю еще. Не решила. Посмотрим. Ну, мне кажется, одного достаточно будет. Да, он уже белесенький такой станет. Вообще, 0,6 база, она очень-очень такая белая. Поэтому она прям подойдет, если вам нужен белый оттенок. Без прозрачности. Вот это она прям плотный очень белый оттенок. Итак, сюда мы возьмем сейчас, добавим... Возьмем и добавим зеленый, немножечко желтенького. И все, да? Или можно, знаете, как сделать вообще... Сейчас я посмотрю, если достаточно будет для ноготочка. Достаточно будет, да? И сделаем сейчас вот так. Мы сейчас возьмем, приклеим вот эту штучку, а потом уже будем от него плясать. Название девчонки, мальчишки, не могу сказать. Если у вас есть мальчишки, отзовитесь. Не могу сказать название декораций. Честно, не могу сказать. Если что, потом в описании обязательно скинем вам... Все названия, чтобы вы могли легче найти на имишоп. Имишоп – это магазин. Кто не знает. Так, у нас тут липкость есть, но нам нужно, чтобы слайдер катался. То есть, очень частая ошибка, когда вы думаете, что на дисперсию базы или лака, можно клеить слайдер, и все будет отлично. Если вы захотите подвигать этот слайдер, слайдер, он, скорее всего, порвется у вас. Поэтому старайтесь все же наносить слайдер топ просто очень-очень тонко. Если у вас что-то маленькое, такое малюсенькое, и, в принципе, вам не составит проблему приклеить, то тогда, ради бога, можно вообще слайдер топом не пользоваться. Клейте на дисперсию. Но если у вас что-то крупное, что нужно подвигать, оно просто порвется, если вы будете двигать не по слайдер топ, а будете двигать просто его туда-сюда гонять. в принципе. Поэтому, так, мои мысли, мои скакуны куда-то вообще постоянно убегают. Это не может не напрягать. Хочется сказать, а все теряется. Что я хочу сделать? Бросить, да? Бросит уронь, что называется. Так, сейчас... Что-то не размочилось еще, дружочек. Можно это делать штампом. Помните, я вам показывала уже. Господи, как жарко на улице, а? Это ужас какой-то, пекло просто. Так. Давайте вот так приклеим. Тоненький, очень тоненький слайдер. Очень мега тонкий. Сейчас возьмем штамп. И сделаем это штампом, да? Будет интереснее. Давайте штампом сейчас бахнем. Немного, немножечко так вниз растяну, потому что не хватило у нас, да? И по слагертопу он не порвется. Он достаточно адекватно растягивается вниз. И под белым у нас вот эта тут радуга, она смотрится очень-очень красиво. Чуть-чуть подсушим. Чуть-чуть подсушим пару секунд. И можно рядышком добавить какой-нибудь оттенок. Любой. Я вот смотрю на вот эти два оттенка и думаю, или вот эти два оттенка, сейчас я и замочу градиент. Посмотрим сейчас. Что лучше сделать? Конечно, лучше вот это сейчас перекрыть ультрабондом. И перекрыть тонко теклосом, потому что если градиент не получится, или что-то пойдет не так, вы его уберете, к сожалению, вместе с рисунком. Поэтому наносим топ теклос. Тонко. Очень тоненько. И сушим буквально 30 секунд. Берем два оттенка. 368-й. Видите, такой яркий зеленый. Так, сейчас я его выложу куда-нибудь. И 370-й желтенький. Тоже очень яркий, кстати. Можно еще добавить неоновый лазерный лимон. Люблю его добавлять на кончик. Его можно потом вообще просто отдельно нанести, да и все. Потому что он полупрозрачный немного, и он ложится как, если тонко нанести, как витражек. И поехали. Берем кисть и выкладываем материал. Так, смотрите, у меня сейчас под рукой скошный квадрат. Я просто выложу сейчас сначала материал. И скошным квадратом как раз таки удобно. Кстати, да, будем делать более такой переход. Не плотный, а тоже такой воздушный, акварельный. Потому что у нас тут дизайн акварельный. То есть у нас не будет плотного перехода. Неплотный градиент будет. А такой очень-очень легкий. Желтенький. Его просто должно быть видно. И все. Смотрите, мы можем... Ой, я ушла, да? Мы можем прям вот этой кисточкой вот так вот немного вверх подняться. И вниз вот так опустить. Все, у нас уже переход получается двух оттенков. Просто мы сделаем его немного потом ярче. И также берем неончик. И добавляем неоновый. Плотность у лапов немного разная. Поэтому нужно смотреть, сочетаются они с собой, смешиваются хорошо или нет. Вот смотрите, все это делаем мы кистью. Скошный квадрат. Суши. На калии, возможно, не видно, но сейчас я чуть-чуть поплотнее сделаю второй слой, вы увидите. Видите, скошным квадратом просто аккуратно сделали такой легкий воздушный градиент, не яркий. Сделайте яркий, будет немного выбиваться. Хотя можно попробовать и так, но вот хочется почему-то немного нежности такой. Потому что все-таки рисунок нежный, очень довольно-таки акварельный. Поэтому поехали второй слой. Вытираем кисть, добавляем желтенький. Кстати, этими гейл-лаками очень красиво получится акварель рисовать, если вы рисуете акварель гейл-лаками. Немного набираем обратно зеленого, смешиваем с желтеньким. Берем опять яркий лазерный. Смешиваем. Вообще у нас получается очень такой нежный-нежный градиент. Так, сейчас немного еще зелененького вот так фиры добавим. Слушай, вот эту полосочку, которая посередине есть, ее как раз и можно украсить вот такими полосочками другими. Будет тоже, кстати, красиво. Очень яркий дизайн будет, но акварельный. То есть мы к этой уже акварели добавим чего-то яркого. Будет красиво. Ну, сейчас приложим, посмотрим. Если ок, то оставляем. Если нет, то лучше этого не делать. Я еще люблю добавлять надписи, длинные надписи, прозрачные. Тоже очень красиво смотрится. Можно поменьше, можно побольше. Побольше ширить. Вот он. Но так как у нас типсик большой, сюда может это все не влезть. Можно просто посередочке вот так вот бахнуть какую-нибудь надпись и все. Или выше просто вот тут не до конца. Или можно прям сделать ярко и взять... Давайте сейчас перекрою теклосом тоненько очень. Прям середочку там, где у нас будет этот наклеечек. Подсушим желательно 60 секунд. Но сейчас посмотрим по времени как. И, скорее всего, приклеим вот этот зеленый. Он очень хорошо сюда подходит. И вы уже напишите свое мнение, насколько красиво получилось. Так, куда ты нашли аппард? Мотал вот сюда. Блин. Что это? Стоит это такое. Так, и также мы возьмем сейчас тоже очень красивый. Сейчас посмотрим, как это сделать. Чтобы это было максимально красиво. 60 секунд дождаться надо еще. И возьмем, используем вот эти наши еще пипочки. Очень красивые. На ярко. Ярко-оранжевое, возможно, мы возьмем сейчас. Смотрите, какая апельсинка. Прямо апельсин. Вот реальный апельсин. Как нам бы его сделать, упаковать? А мы сейчас полностью на весь ноготочек. Тякушки, куда ты убегаешь? Так, берем зеленый. Центруемся. Клеимся. Смотрите, отрезайте чуть-чуть больше кончик, потому что, возможно, что-то у вас будет неровное, чтобы вы могли это все подкорректировать. Вот, смотри, перевернули ноготочек неровно, взяли, оторвали, приклеили. Еще раз. Раз. Все. И мы, конечно, сделаем этот ноготочек матовым. Смотрите, наносим сюда топ-слайдер. Но я сейчас этого делать не буду. Вы наносите топ-слайдер. И сверху уже топ-текласс. Ой, топ-текласс. Топ-вельвет. Матовый. Этот ноготочек будет чисто матовый. Такой воздушный. Смотрите, вам видно, что тут несколько оттенков таких воздушных, нежных оттенков рядышком. Мне кажется, вам видно. Так, и давайте добавим... Давайте еще два дизайна сделаем. Возьмем с белым опять. Сейчас, пока к рапушкам мы вернемся обязательно. Вот этот мне очень вариант дизайна нравится. Так, иди отсюда. Сейчас. Раз, два. Так, чувачка, сейчас его рядышком поставим. Так, смотрите, как вам результат? Пока напишите свое мнение. Я вот так рядышком поставлю. Ну, куда ты убегаешь? Ну, что это такое? А, магнит притягивает. Я думаю, что он прям очень близко друг к другу. Так, сейчас я уберу вот эти лаки немного. И возьмем белый опять. Я извиняюсь. Возьмем сюда, нанесем. Не нанесем. Мы сюда сейчас выложим. Давайте я сейчас нанесу сюда топ-слайдер. У меня где-то тут валялись в пакетике крупные блестки. Если у вас есть... О, спасибо большое, спасибо. Сушим 30 секунд. Берем вот эти вот красивые-красивые блестки. Опа, почки. Где-то они валялись. Очень было бы. Душновато. Какие-нибудь яркие, любые, какие большие найдете, просто яркие, большие блестки. У меня все рассыпалось. Шестигранники. Ну, неважно вообще. Все, что угодно. Все, что вы найдете. Крупное. И выкладываем наверх. Где у нас кутикула, зона кутикул. Все падает. Все падает. Сейчас будем немного белесых. Прям побольше. Ой, я ушла вообще-то. Не туда смотрю. Так, сейчас мы еще сюда добавим. Так, так, так. Сейчас найду. Куда я его сделала, малышей. Чуть-чуть поменьше сейчас блесточки мы сюда добавим. Наверное, в столе. Света мало темновато. Смотрите, у меня тут очень большая кольцевая лампа светит. Может, у вас там выключено в телефоне света меньше? Или у всех так? Так, смотрите, добавляем это номер 106. Они прям такие голографические, очень яркие. Попробуйте в телефоне еще немного свет настроить. Короче, блесток мало не бывает. Поэтому добавляем все, что вы найдете у себя в загажниках. Старые какие, никакие найдете. Все, сушим. Можно, знаете, еще что делать. Сюда надо было сразу взять. Сейчас возьмем присыпать. Добавляем еще номер 031. Я прям пальцем вот так наберу. Немного вот таким образом положу. Просто вбиваем между. То есть убираем сверху с крупных. А между вобьем. Все. Все, блестит, блестит. Сейчас пока немного подсушим. И возьмем оттенок оранжевый. Мы хотели взять, да? Оранжевый. Так, все. Закрываем баночки, пакетики. Где-то пакетики у меня было тоже. Эти малыши опять у меня упали. Берем оранжевый оттенок. Наносим на торец. На торец. И можно взять кисть омбре. И протащить наверх на блестки. Сохраните, пожалуйста, интернет очень, не очень. А посмотрим на третьем, как хочется. Да, да, обязательно все сохраним. Все сохранится, не переживайте. У всех с интернетом проблемы. Как связь, как видимость. Все норм или реально есть у всех проблем. Просто нужно понять, чтобы сориентироваться. Может, у меня что-то с Wi-Fi. Но у меня все как бы по идее должно хорошо работать. Так, все должно хорошо работать. Немного так заходим. Но не сильно. Что-то я уже переборщила. Немного так лишним. Все убираем. Убираем. Так, сейчас. И сушим. Отлично видно. Все супер. Все хорошо. Отлично. Сушим буквально тоже 30 секунд. Этого достаточно. Должен очень тонкий слой. Оттенка номер 369. Сейчас 2 секунды. Я достану еще костю. Убираем. Прошу. Убираем. Сушим. Убираем. Никита. Не отлично. Орежать. Орежать. Аб kettlebell. Абон. сюда уже вы по своему желанию наносите любой молочный продукт это может быть гель это может быть база что мы возьмем давайте возьмем базу так я посмотрю как он может взять лучше взять более полупрозрачность найдет любого оттенка можно молочный может принципе другого оттенка это вообще не важно так какой 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 взять давайте я наверное самый прозрачный у нас это вот этот гель мелки мелки гель не white а вот такой мелкий он такой с розовинкой и прям прозрачный хотя тоже сейчас я посмотрю как лучше будет хочется просто давайте молочный возьму нет смотрите это мелкий white он прям белый а это просто мелкий он такой с розовинкой возьмем обычный белый белый мелкий white покажу вот так выглядит и берем сначала тоненько промазываем это все дело смотрите изначально немного укрепите ноготочек базой любой чтобы немного у вас было там когда вы спиливать будете чтобы не повредить потом ногтевую пластину и уже выкладываем небольшой свой так как у вас уже будет там небольшое укрепление то можно и слой уже выкладывать небольшой если вы хотите чтобы было очень сильно видно еще другая техника нанесения вот этого геля если вы хотите чтобы у вас было лучше видно например блестки оттенок вообще блестки до верху вы можете вверху нанести прозрачный сначала а потом уже молочным добить тогда получится немного другой эффект но мы сейчас сделаем пока вот так то есть поняли да вы вот так вот примерно наносите прозрачный сушите а потом уже наносите молочный гель то же самое с базой сначала прозрачную базу а потом уже молочную у нас сейчас торцовый от кутикулы гель уйдет что там очень немного подпилим все лучше немного подпиливать еще и получится красиво сюда можно добавлять декорации можно уже не добавлять смотрите сами сейчас я посмотрю что можем сюда добавить так как все это блесит можно просто название надпись какую-то можно какие-то блестки добавить тоже будет красиво можно веточку то есть на нее смотрю ты как красивая ой вообще все ушло да ну кстати отлично мы сейчас лишнее уберем подпилим и будет красиво вот а так в другом случае у правда можете верху верху можете прозрачную так вот нанести потом сверху уже молочку немножко молочку протянуть на прозрачный тоже будет красиво так давайте возьмем еще один ноготочек пока куда его тела и сделаем еще интересный дизайн такой он будет наверное очень такой быстрый но интересно так пилить надо потому что архитектуры тут никакой не давайте просушим тогда еще минуту чтобы на все хорошо опиливалась пока нанесем на этот типик что-нибудь другое ну например возьмем так чтобы я хотела сюда еще нанести оттенок давайте возьмем триста шестьдесят семь трусистый триста шестьдесят семь нежно-нежно фиолетовый я его нанесю нанесу полностью на весь ноготочек он кстати с микро шиммером поэтому будет еще поблескивать но очень шиммер нежные не за вам даже особо видно не будет через камеру он потому что очень мелкого помола просто очень мелко тоже тонко наносим два тонких слоя можно делать потолще в один слой но лучше не рисковать лучше все-таки лапы у всех разный что-то может не просохнуть лучше в два тонких слоя вообще вот обожаю вот коллекцию мой импульс она действительно настолько она и зимой будет актуальна вот я уверена и летом она будет актуальна точно и зимой и летом на несколько лет и уходит этой коллекции оттенки есть вот абсолютно разные сушим и достаем нашего красавца и пилим опиливаем его немного пилим и теперь на этой штучке тяжело пилить поэтому уже отваливается постараемся сделать красиво да так вы пока посмотрите на эту красоту а сейчас от камеры немного и просто буду держать чтобы он никуда не отвалился сильно и хотя бы небольшую архитектуру придать и все то есть сильно я палец не буду по вопросу от пива тяжеловато пилить правда потому что давить надо все таки на 100 . буду держать я с вами разговариваю чтобы вы понимали что я здесь что никуда не ушла я с вами вас не брошу так просто типсики всегда получаются какие-то очень отвратительная архитектура у типс когда выкладываешь гель растекается по всей поверхности на руке конечно это лучше показывать ну короче когда вы будете это в принципе делать наклеитель на себе вы выпилите красивую архитектуру у вас будет мега красивый дизайн и так все это сейчас мы бафиком дуры быстренько пройдемся сильно не буду заострять внимание потому что нам главное дизайн понять как он будет просто на красивой архитектуре он и дизайн красивый все равно это очень-очень взаимосвязано очищаем наносим сюда мы слайдер топ да наверное я сделаю вот этот дизайн наносим слайдер топ тоненько максимально и сушим 30 секунд так тут пока мы сейчас отложим пока у нас фокус на том и вырезаем вот тоже декорация не знаю какой номер декорации мы вырежем вот этот геометрический цветок назовем его так потому что тут и геометрия и веточка смотрится это все вместе очень-очень красиво так водичка нельзя мочим и будем тоже сейчас штампом доставать это все это у нас будет глянцевый ноготочек а вот вот я вот вот прямо где-то вот сбоку сейчас его шарахнем сюда все и можно нанести ультрабонт где он у меня чуть-чуть убрать вот этот мусор который со степени туда упал и нанесем сейчас ультрашайн и все дизайн готов он такой нежный блестящий и сушим одну минуту ножницы упали а здесь мы не успеть еще два дизайна вам показать только какая прелесть это на что сделано это получается вверху у нас немного вы укрепляете базой ноготочек немножечко подаете небольшой объем здесь вверху нас блестки выложены любые какие найдете снизу нас от торца растяжка любого яркого оттенка сверху я нанесла молочный мелкий white вот такая пресс получилась очень нежно очень ярко и нежно то есть такой если вам слишком ярко до клиенту вы можете предложить такой вариант и клиент точно будет доволен смотрите есть такая подставочка сейчас вот так сюда нашпигую эти типчики и вам будет видно и они никуда убегать не будут вот таким образом сделаем отлично супер так сюда мы сейчас нанесем какой дизайн хотела так что-то хотел связано с цветами сейчас мы можем цветы сюда добавить цветы цветы цветочки голос садится вообще конкретно чувствую вообще скоро охрипну конкретно вот смотрите цветочки и шмельочки наши шмельки упали обязательно поднимаем и сейчас возьмем вот цветочек 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 вот этот где-то он еще есть поблизости это как веточка не за какого цветка я люблю такие розы я не знаю это походу не розы но надеюсь вот эти мелкие мелкие розы не очень очень красивый я больше люблю чем большие телефон ведь заляпан уже в пыли я вас не вижу так 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 жмем куда скотч дело хотела очистить штамп потом передается на слайдер не хорошо смотрите помните я помните я вам говорила что можно такие дизайны если вы точно попадете а через штаб то ли все такой маленький вот двигать не нужно будет я сейчас точно попаду туда куда мне надо и поэтому можно не наносить слайдер топ а сразу с такими прекрасными звуками приклеится туда куда надо все не знаю мне не нравится что иногда попадает мусор потому что штамп бывает неправильно очистила не до конца но сейчас все уберем и и сюда бы я еще добавила шмелёчка так сейчас сейчас возьму наверное штамп который потоньше поменьше или не шмель а знаете кого наверное стрекозу сейчас посмотрим бабочка стрекоза это вот вот такие вот такая красота я возьму сейчас стрекозу золотую на водичку и возьму муку или где наш шмель 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 сюда не подходит возьмем бабочку черную черную и еще одну золотую давайте вот так сейчас я отрежу и золотая главное хорошо смочить особенно золото 2 берем маленький штамп где-то видела только что мне перед глазами был дружочек мой дед и я же не брала так себе может мы сейчас а вот сейчас его очищу тоже скотчем и возьмем стрекозу ноготочек золотая стрекоза она у нас вот сюда сейчас сядет таким образом здесь нас будет бабочка сначала будет золотая бабочка будет черная золотая будет вот отсюда вот таким образом черная немного сверху ну приклейся дружочек а как еще помню как нельзя вот таким образом такой у нас дизайн получается такой весенний весенний летний но красивый нежный так наносим ультра бонд и топ слайдер сначала а потом подумаем что мы сюда добавим скорее всего может матовый будет может глянцевый не знаю так и что-то еще интересненькое хотела вам показать а еще мы очень крутое потому что видите у нас еще два места мы можем сделать интересный знаете какой дизайн мрамор из вот этих оттенков тоже будет очень-очень красиво смотреться мы сейчас возьмем золотую по и точнее до золотого оттенка снаем подставочку так тут у нас не за давайте вы сейчас сами напишите матовые или глянцевые я конечно сделала матовый ноготочек а вы как решить я пока возьму тут уже делать наш мрамор и так сюда мы возьмем оттенок оранжевый желтый зеленый почему такая разница потому что с посередочке еще пойдут на тогда так еще пойдет нас белый оттенок и мы нанесем сюда еще белый куда я тебя тихо так матовый давайте нанесем тут матовый оттенок не теряйте нам время до сюда мы еще сейчас трассики добавим сушим так или может еще знаете что добавить или белый или можно еще добавить как вариант не белый а блестки а кстати кстати чтобы было ярко можно добавить блестки никуда далеко утекли сейчас мы соберем до кучи пока там сохнет так оно лучше будет смешиваться а блестки мы сейчас добавим между вот этими двумя оттенками возьмем блесточки к из какой коллекции мы можем взять этот матовый топ с липким слоем нет ребятки матовый топ без липкого слоя это очень очень хорошо потому что очень сильно экономит ваше время и время ваших клиентов и теперь мы делаем тут разнос такой и пока оставим вот таким образом пусть немного постоит здесь я хотела еще кое-что добавить тупанула не добавила можно не обязательно можно было сюда еще под добавить точечки то есть если добавить точечки тоже было бы очень очень красиво но ладно уже поздно уже смысла нет 500 раз одно и тоже делать вот такая нижняя оттенка у нас получается здесь знаете как золотой отливает очень красиво и тут мы возьмем сейчас мрамор уже смешивается отлично и мы возьмем сейчас белый гелак нанесем на него топ слайдер тоненько максимально тонко и возьмем ты хочешь если упасть ты падаешь что ты держишься на полном пути так и возьмем кисть пока мы ждали смотрите немного это все перемешало становится еще красивее воздушнее кисть амбре и зачерпываем то что нам нужно сейчас я хочу серединку и берем как лопатой значит снизу так взяли и также вниз это все укладываем точнее ну не вниз а вот снизу то есть мы это укладываем и при этом делаем какой-то рисунок здесь получается не мрамора текстур и кто-то называет текстура кто-то называет мрамором поэтому вот как нам комфортно так и ты называть определенного какого-то названия нет потому что иногда знаете такой срач начинается это не мрамор это текстура по факту впа факту насколько я понимаю что мы радelsh тоже текстура текстура мрамора поэтому как хотите так обзавить это прорабатывать это я возьму даже палочку покажу как палочка вот мы берем желтый иногда прям добавляем на серединочку немного размазываем то есть смешиваем желтенький берем зелененький можно просто здесь как бы пустоту оставить внизу но сойти вот сюда на нет грубо говоря таким образом так можно выложить мрамор текстуру это смотрится очень нежно воздушно и красиво вот может добавить чего-то здесь яркого что мы можем сделать мы можем оставить вот так или мы можем еще сюда добавить неоновых немного оттенков то есть можно взять примерно те же цвета это у нас будет лазерный лимон блин я стерла до лучше и например что-то ярко зеленого давайте возьмем не он не он не он это не он так и возьмем зеленый или какой лучше будет оттенок если у нас так зелененького много да можно его в принципе просто смешать давайте попробуем не давайте вот это ладно 284 чуть-чуть чтобы он был поярче вот такой да отлично мы сейчас так вот сделаем это же эти два оттенка так между собой перемешаем видим рамара и выложим их с краю просто придадим такую небольшую яркость этому всему так тут не хватает на блазерного лимона сейчас мы выложим это же им пройдемся также можно их и добавить немного выше там теперь желтенький у нас то есть текстурами можно играть со просто бесконечно просто задавайте направление куда ему течь скажем так и ждем самое главное ждем ждем пока это все немного растечется и получится у нас красивый рисунок более воздушный суши главное не забыть высушить это все и потом приклеим сюда какой нибудь вот этот вот например шерми кон подумаем как будет лучше так потом наносим топ теклас так как у нас шерми кон будет сюда можно наклеечки не будем клеить слайдера я имею ввиду так наносим топ теклас и тут вы задействовали практически все оттенки суши 30 сек можно еще что-нибудь добавить надо смотреть вам уже что вам ближе можно добавить женщину красивую нашу посмотрим так мы можем что приклеить вот эту женщину яркую или просто надписи давайте я приклею сюда вообще лучше вот эту черепашку или ананас что что-нибудь 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 это уже яркую которая плывет сюда а сюда мы где-то наклеечка good vibes only и покажем направление нашей черепашки куда ему плыть ей ему может это мужчина так, все это перекрываем матовым тупом смотрите, слайдер туп потом матовый туп просто мы не будем терять время потому что мы уже по идее должны прощаться с вами суши ко мне все прилипло 10 секунд, показываю результат а пока посмотрите, что у нас получилось с коллекцией My Impulse какие красивые декорации мы использовали и получились у нас очень красивые дизайны тут у нас вообще получается практически в виде градиент такой нежный тут у нас прям нежнятинка для женщин, которые любят, чтобы это все было минимум, но красиво тут для тигриц ну, а тут на любителей и, конечно, сейчас еще достанем черепашку вот такие яркие и неяркие разные дизайны у нас получились можно вот так вместе поставить с черепашечкой с ярким дизайном как вам результат? поставьте сердечки или напишите что-нибудь и все это мы сделали коллекцией My Impulse то есть вы видите, сколько вариантов можно красивых сделать одной коллекции так это не все оттенки еще были использованы все, ребятки, всем спасибо за эфир спасибо за сердечки вижу, вижу рада была всех видеть обязательно эфир сохранится и напишу сейчас какие материалы я использовала чтобы вы могли все это купить и использовать также, например, то же самое сделать чтобы вы не искали прям по номерам сейчас слайдеры пропишу и в течение этого дня в эфире вы эфир увидите в ленте в ленте Amy Official и там же вы найдете описание все, всех люблю, обожаю пока